Привет, дорогие друзья, это Pima Live, и у нас сегодня новый выпуск Спроси у Пимы номер 7. Приступим. Ну что, дорогие друзья, присылают нам много-много вопросов, которые действительно интересны, и мы выбираем самые лучшие. Значит, поехали. Роман Гоньков спрашивает. Устает кисть левой руки при игре Борре? Что делать? Весь досущий вопрос. Вообще, прижимаю пальцы ровно, с такой силой, чтобы звучали все струны, не больше. Что делать? Что делать, да, что делать? Самое главное, что нужно понимать вообще про ситуацию с Борре, и почему у многих болят руки, и вообще оно не получается во многом. Потому что это штука, которая не должна играться в статике. А, в статике. Вот в чем дело. Борре – это вещь, которая двигается. То есть, это вещь, которая требует очень кратковременного прижатия. И когда звучат вопросы, ой, боже мой, я не могу пять минут держать Борре. Так не надо держать пять минут Борре. Что ты делаешь? Это как в этом видео. Стопит. Прекрати это делать, не делай это. Не надо держать семь минут Борре. То есть, реально берут, как бы прижимают, и еще держат паровой рукой, помогают, и держат, пока схватится, да? Я не знаю, я не знаю. Ну, конечно, бывают ситуации, когда действительно длительное время есть Борре, но все равно, как бы там оно длительно держалось, у тебя есть момент, когда у тебя меняются аккорды и так далее. И у тебя есть возможность его поднимать и расслаблять. Это не статическая нагрузка, это динамическая, так сказать, нагрузка. Поэтому это как, ну, условно в плавании, да, вы там не можете отработать движение медленно, ну, я не могу, во всяком случае, да? Потому что я тонуть начинаю. То есть, надо гриппси расслабляться. Вам могут объяснить там все, как двигать руками, как ногами, все это понятно, но когда вы попадаете в воду, вы вроде бы понимаете, но не можете плыть, потому что медленно не можно, ну, не получается это отработать. Вот с Борре приблизительно та же самая штука. То есть, та же самая история. Когда оно в относительно быстром темпе, ну, в относительно, в контексте, тогда все получается. Когда вы отдельно пытаетесь держать, ничего не получится. Стопит! Стопит! Так, ладно, едем дальше. Кирилл Обухов, или Обухов, говорит, нам жду помощи хоть от кого-нибудь знающего, хоть кто-нибудь помогите, пожалуйста. Купил я, значит, сегодня акустическую гитару Yamaha F310. Поздравляем. На самом-то деле, принес домой. Поздравляем. Принес домой, открыл в телефоне тюнер, начал подтягивать первую струну. И что было? Она... Поздравляю. Да, поздравляю. И порвалась она как раз на моменте достижения нужной частоты. Ну, хорошо, снял заводские струны. Думал, наверное, видимо, что заводские струны не очень. Купил комплект новый. И что бы вы думали? Опять первая струна рвется. Постигла та же самая судьба. Отлично. Реализовал 580 рублей. Поздравляем. Обидно, на самом деле. Уплаченный за этот комплект. Сижу в печали. Обе струны порвались у колка. Важный момент, кстати. Как вычитал в интернете, это может быть потому, что криворуко закрепил в колке и натянул. Но со вторым комплектом допустим. Но почему заводская-то откинулась сразу же? Первое. Я когда первый раз настраивал свою гитару, тогда еще не было телефонов мобильных. Я взял гудок, а мне-то не сказали, что это ля. Я тяну. Я тяную. Первый вариант, возможно, вы не до той мидь дотягивали и пытались дотянуть еще выше, поэтому налопну. Ну, ладно, если это исключить, тогда, в принципе, остаются лишь механические варианты. Просто если он говорит про чистоту, наверняка, может быть, действительно, это ля. Может быть. Ну, да ладно. Обычно, второй момент. Мы исключаем этот вариант. Второй момент. У меня обычно рвалась струна вот тут. То есть, потому что был острый, ну, вот эта вот нижняя косточка острая. Я ее подточил, и она перестала рваться. Но сейчас речь идет вот об этом. Да, ну, скажем так. Здесь, конечно, чтобы струна перетерлась, все равно это пластик. Да, там так или иначе. Или кость. Уже, если там совсем дорого. Все равно же железо-то крепче, поэтому, ну, крайне редко здесь за счет, из-за именно порожка она может перетереться. Причем новая струна, понимаешь? Ну, да, заводская причем. А здесь, ну, все просто. Скорее всего, у вас на самом колке, где-то вот в отверстии, есть маленький заусенец какой-то, который, в общем-то, вам повреждает струну, царапает и рвет ее. Это второй вариант. Ну, наиболее очевидный. То есть, берете шкурочку там или что-нибудь такое, и, да, поискать там этот злосчастный заусенец и спилить его аккуратненько, зашлифовать и заполировать. Наверное, еще один вариант, чтобы просто действительно, когда вы устанавливали струну, вы ее туда-сюда пару раз так переломили, и она, в общем-то, лопнула. Но так как считается, что заводской комплект, скорее всего, ставили уже относительно нормально, то, наверное, наиболее очевидно, это, конечно, там какая-то есть... Какой-то небольшой брачок, да? Ну, можно же не покупать сразу комплект струн, прийти в магазин и сказать, дайте мне первую струну одну, либо вторую, она стоит 50 рублей. Либо, я думаю, даже еще лучше всегда, перед тем, как ставить струны, мы уже, кстати, об этом говорили, потренируйтесь вот на старых струнах. Да? Да, ну, просто хотя бы как они там ставятся, закручиваются, завязываются, чтобы несколько раз ее там не переламывали, все будет нормально. Ну, короче, это дело придет с опытом, так что не переживайте, 580 рублей, это еще небольшая потеря. Это небольшая потеря. Представляете, сколько вам еще покупать струн? Да, так что это все ерунда. Ну, давай дальше. Ты считал когда-нибудь, сколько ты денег на струн потратил? Я иногда думаю, сколько у меня серебра на пальцах. Посыпал немножечко. Да, мне тогда жалко, что оно не сохраняется где-то. Павел Литвиненко пишет нам. Ребята, проблема, нужна помощь. Суть дела, значит. У Павла отсутствует третья фаланга указательного пальца правой руки. Отсюда вытекает выбор. Перекинуть гитару на другую сторону и бить по ней струну, ну, левой рукой играть, да? Бой. Бить не надо. Ну, да. Играть ридм. Играть оставшимися пальцами на правой руке, ну, это вторая, соответственно, играть оставшимися пальцами на правой руке, то есть убрать указательный и подключить мизинец. То есть играть... А как его убрать? И последнее. На грифе с тремя пальцами худо совсем. Пока играю правой. Посоветуете, как быть? Павел, во-первых, не надо расстраиваться. Я знаю достаточно много примеров людей, которые играли очень успешно на гитарах, имея какие-то там проблемы с руками. Ну, реально физического характера. Там не было пальца, повреждения. Например, Джанго Рейнхард. Это самый известный, наверное, пример в этом смысле, у которого, по сути, он двумя пальцами играл, но на левой руке. И если вы послушаете записи, это старые, это Джаз Манушин, Джеймси Джаз. Вы никогда не поверите, что этот человек играет двумя пальцами. Он такие аккорды там играет достаточно корявые, которые вы тоже не поверите, что он делает двумя пальцами это. То есть, на самом деле, примеров много. Если у вас есть такие примеры, скидывайте видео нам куда-нибудь ссылочки. Будем, так сказать, собирать коллекцию для мотивации и поддержки. Так вот, самый простой вывод, самое простое решение, с моей точки зрения, конечно, это, да, играть медиатором. То есть, взять, понять, что неудобно, да, но как бы взять его... Да ладно, перестань. Если у тебя указательного пальца нет, вот просто все, играй. А, третьим пальцем. Ну, м пальцем, да, т.п., м, все, играй как обычно. У медиатора очень большие возможности, да. То есть, это электрогитара, это блюз, джаз, это и акустическая гитара, в том числе, там, рок и прочее. А переборы? Если уж там совсем хочется еще подключить пальцы, ну, да, у вас есть мизинец, но у вас есть вот эти пальцы. Конечно, эта пара, она слабая. И достаточно сложно ее развить будет до уровня какого-то, ну, серьезного. Но для какого-то любительского, там, там, либо не очень быстрые какие-то вещи вы сможете вполне успешно исполнять. Ну, в общем, мы желаем удачи, чтобы все получилось. И пробуйте играть медиатором. Да. Я думаю, что это лучший вариант. Да. Спрашивает вопрос Любца Молочий. Ух ты. Да. Наверное, она, потому что фотографии я помню. По-моему, это девочка спрашивает. Здравствуйте, Пима Лайф. Вопрос, как говорится, кому? Ну, собственно, мне. Антону. Давай я прочитаю. Вопрос к Антону. Вопрос Антону. Есть у меня мечта играть в рок-группе. Вау. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте. Какие были сложности во время концертов или записи песен? Как проходили репетиции? Мой брат играет на бас-гитаре в группе, но ничего не рассказывает. Вот так мерзавец. Последняя надежда на вас. Заранее спасибо. Спасибо. Любца, первое, чего нужно начать, нужно уметь что-то играть. Любимый репертуар, какой-нибудь кавера, еще что-нибудь. Выберите для себя это. Далее, идите к преподавателю. Может быть, что-то он вам поставит уже правильно, как что делать. Третье. Собрать нужно хотя бы какую-нибудь небольшую группу. Даже из двух человек это уже у вас будет группа. Начать играть, репетировать. Вы сами все поймете в процессе, как это происходит. Это намного интереснее, нежели бы вам кто-то даст готовый ответ. Как было у меня? Я действительно взял репертуар небольшой. Начали с трех песен, с пяти. Репетировали на кухне, потом перешли в студию, репетировали там. И вот, собственно говоря, концерт. Концерт на носу. Конечно, к нему нужно готовиться. Были сложности на концерте, кстати. Какие сложности были на концерте? Возвращаемся туда же. Первое, значит, с чего нужно начать. Нужно написать план концерта. Второе, отрепетировать его. И третье, не забыть слова. Ну да, наверное, это самая большая проблема. Вот и все. А что касательно брата-басиста. Попросите к нему на репетицию хотя бы пару раз. И вы все увидите и поймете. Все эти разговоры репетиционные, повторения 20 раз одной песни. А лучше расстройте ему струну. Не скажите, какую. Или вообще скрутите струну и спрещите. Пока меня не возьмешь на репетицию, эту струну я отдам. Шутка. Вот, ну, что еще из... Главное, она есть. Главное, есть эта мечта. И все пойдет потихонечку. А, и кстати, дабы было это еще проще, возьмите ковера какие-нибудь. Ну, конечно. Просто с коверов начните. И сыграйте сами. Потом возьмите еще кого-нибудь. И соберите группу. Далее, значит, Алексей Фахруддинов пишет нам. Привет, заранее спасибо. Пожалуйста. У меня такой вопрос. При игре арпеджио касаюсь ногтями пальцев правой руки струны ниже тех, которые пальцем должен играть. Получается характерный дребезг. Что с этим делать? И удачи, и процветания, так сказать, нашему каналу. Ну, я так понял, что проблема заключается в том, что... Ну, задевает он. Да, да. Играют вот... Ты же давно, кстати, не видел эту гитару. Я даже не знаю, как это так. Задевай, задевай. Ну, растопырив немножечко. Да, да. Играй, растопырив. Растопырив, играй. Короче, я технически не могу даже себе сейчас это представить. Но я приблизительно понял. То есть, внешней стороной его пальца где-то цепляются струны. Я думаю, что вопрос, скажем так, толщины пальцев, возможно, стоит. Может быть. У человека очень большие пальцы. Может быть, действительно есть. Я видел, что с большими колбасками играет он нормально. У меня есть ученики, у которых очень крупные руки. То есть, у меня рука не маленькая, но у моих есть ребят. То есть, моя ладошка, она тонет просто в их руке. Там есть нюанс в плане расстояния между струн. Действительно есть. И поэтому, особенно это касается верхнего порожка, вы можете выбирать гитару чуть-чуть побольше. Но он не пишет акустика либо классика. Градский будет легче играть. Да, чуть-чуть расстояние между струн шире. Либо, если вы на акустике, берите чуть-чуть пошире. То есть, не знаю, 46, а то и 48, если найдете, конечно. Ну, что-нибудь такое пошире. Следующий момент, конечно, это все упирается исключительно в точность. И с опытом это все приходит. И вот эти ребята, которые, я говорю, достаточно крупными руками обладают. У них тоже поначалу есть такие нюансы, но потом они проходят. Главное, посмотрите, как играть правильно арпеджио. То есть, если проблема именно в арпеджио. Возможно, вы просто очень активно размахиваете пальцами. Постарайтесь минимизировать движения. То есть, у вас движения должны быть маленькими и короткими. То есть, не размахивайте, не делайте лишних просто активных движений. Вот и все. Как это отрабатывать? Медленно, осознанно и без ошибок. Все просто. Так, идем дальше. Значит, Алексей Кузнецов спрашивает. Подскажите, пожалуйста, такая вот проблема у меня. На классической гитаре постоянно протирается четвертая струна на втором ладу. Это у всех, блин, получается такая ерунда. Так, так, и вопрос... Да. Ничего не помогает. Месяц-два, и струны приходится менять. Потому что рвется обмотка, и струна перестает звучать. Сначала я думал, что струны некачественные беру. Решил взять дорогие. Они очень здорово звучали, но через месяц струна снова, блин, порвалась. Играю не так много. В день в среднем, ну, час-полтора. Это нормально, кстати. На самом деле, это классическая проблема классической гитары. Да, ну, именно, которая касается начинающих гитаристов. Потому что, когда вы только начинаете, у вас, конечно, 90% игры происходит... В начале. Да, в первых позициях, в тональностях, там, ля минор, би минор, в общем-то, да, где постоянно задействована эта нота ми на четвертой струне, второй лад. И она действительно постепенно, струна изнашивается. Никуда здесь не деться. Ну, только что... Шлифанов чуть-чуть, может, не помогает. Не-не-не-не, это не помогает. Просто передвигайтесь дальше. Да, то есть, просто не играйте в тех позициях. Ну, это, конечно, шутка. С опытом это проходит, потому что вы начинаете равноверно покрывать плоскость грифа. Например, у меня, помню, происходила ситуация другая. У меня изнашивалась пятая струна на седьмом ладу. То есть, ли там постоянно. Да, то есть, приходилось, видимо, там я больше доходился, чем там. Наверное, наиболее адекватный вариант сейчас. Просто покупайте немножко другие струны. Покупайте неубиваемые струны. Я рекомендую... Ну, это не будет, так сказать, реклама. Просто по неубиваемости у меня это на первом месте. Это струны серии D'Addario ProRT. А, ProRT, да. Всякие EJ46 и так далее. Они разных натяжений существуют. То есть, ты используешь их? Нет, я не то, что я их использую. То есть, я рекомендую их использовать для занятий. Когда вам не нужно особенно заботиться о звуке или еще о чем-то. А нужно просто, чтобы струны держались долго. Например, у нас в школе сколько у нас эксплуатируют инструменты, если бы вы все видели. То есть, это по несколько часов, по 8, по 10. Каждый день. Каждый день, да. И эти струны выдерживают эту нагрузку. Вот так вот. То есть, их приходится снимать уже, когда просто... Уже все. Там нет живого места. И они еще не рвутся. Владимир Данилов спрашивает. Пима, лайф, здорово. Здоровенько. Да, привет, привет, Володь. Антон, расскажи, пожалуйста... Опять Антону. Итак, вопрос Антону. Антон! Антон! Антон, расскажи, пожалуйста, про технику игры фантомным медиаторам. Опа. То есть, как круто пулять чё с пальцами без медиатора. Нравится именно игра пальцами, не знаю даже почему, у меня акустика. Даже ногти вон перестал стричь, как Лёха. В скобочках шутка, конечно. Ну, вы мне шутите, шутите. Ты мне смотри. Спасибо, вы лучшие. В общем, рассказывай, как ты играешь с вами. Что такое фантомный медиатор? Он как бы есть, но как бы его нет. Была история, что раньше я играл действительно медиатором, и получался такой хрустящий звук. Он очень классный на записи, но как-то я забыл медиатор, и получилось так, что я играл без него репетицию. То есть, мы берём медиатор, берём, вытаскиваем отсюда, выбираем его, всё, забыли. Положение пальцев осталось. Значит, таким же, как будто вы держите медиатор. И вот здесь самая интересная вещь. То есть, вы играете пальцем, ногтём. Единственное, что, чтобы был более мягкий звук, нужно играть без ногтей. Сегодня у меня ногти есть здесь. Я стал играть именно без медиатора, и понял, что мягкий звук... Тебе больше нравится? Больше нравится, да. Вот сыграю разницу, да. Теперь то же самое медиатором. То есть, кому как нравится. Самое главное, чтобы у вас была возможность вниз играть указательным пальцем. Наверх, играете большим пальцем. То есть, вверх ты играешь большим. Давай, подытожим. Играть нужно фантом-медиатором, как к медиаторам, только без него. Вниз идёт удар указательным, вверх идёт большой палец. Ну, ещё он только использует всякие приглушки. Ну, со временем придёт, да. Просто вы выберите ритмический рисунок, и дальше приглушите его, и послушайте, как он будет звучать в мягком. Потому что, когда играешь медиатором, там чёс... Ну, никакой чешки в этом нету. Как у всех. Ну, вот и всё, собственно говоря. Итак, идём дальше. Филипп Добров спрашивает у Алексея. Здравствуйте, Алексей. Приветики. Как развивать чувство ритма? Под метрономы играю просто замечательно, но на слух ритм не могу простучать. Это, кстати, бывает. Действительно такое. Что не так в развитии ритма, и как его развивать? И правда ли, что чувство ритма только с рождения? Правда? Бросайся. Ну, ладно. Шуки в сторону. Вопросы ритмики и развития ритма – это очень сложные вопросы. И зачастую, действительно, есть ребята, у которых с этим всё в порядке, и они даже не догадываются, что есть люди, у которых с этим могут быть большие проблемы. То, что, например, человек играет с метрономом, это не всегда показатель, то, что у него с чувством ритма всё хорошо. Это как раз в нашем случае. Даже, я знаю, группы различного рода, которые... По метр играют вообще класс. Нет, они играют вместе, но если убрать ударников, всё сыпется просто, потому что вместе они могут подстроиться под одного человека, и он тянет всех. Но в изолированном виде каждый из них просто представляет из себя катастрофу. Обычно же на записи, кстати, проявляется. Да, потому что умение, скажем, подстраиваться под кого-то – это совсем не то же самое, что умение генерировать пульсацию самостоятельно. Когда вам говорят «Занимайтесь с метрономом», «Занимайтесь с метрономом», и вот каждый, кого вы не встретите, он будет вам говорить «Занимайтесь с метрономом». Хорошо. Ну а теперь выключи метроном. Попробуй без него. Вот тут, да, и действительно начинаются все проблемы. Мой рецепт такой. Ну, основываясь на своём опыте, на том, что вот у меня происходило с моими ребятами, с учениками. Первое. Развивать чувство ритма самостоятельно очень сложно. Для этого нужен преподаватель. Объясню, почему. Потому что вы просто, когда какие-то косяки в ритме происходят, вы их во многом не услышите и не поймёте. Даже когда вы запишите себя на, не знаю, на какой-то девайс, вы всё равно не услышите многие нюансы, которые со стороны услышит преподаватель и сразу вас будет поправлять. Поэтому наиболее лучший вариант, конечно, найти преподавателя, который будет этим заниматься. Второй момент. Нужно постоянно тренировать всякие ритмические штуки. Это ритмические рисунки. Пускай это будут самые примитивные песенки, играть боем, чёсом. Это тоже работает. Но только это нужно делать каждый день. Без метанома. Потому что, да, у меня есть ученик, который пришёл где-то больше года назад. И, ну, ребят, поверьте, это была катастрофа. Я думал, что, в принципе, будет очень тяжело, потому что как раз это случай, когда человеку с ритмом проблемы. Беда даже, я бы сказал, не проблемы. Но он настолько упрямый. Он занимался постоянно. Подбирал различные ритмические рисунки. Я ему это всё объяснял. Мы стучали, тикали, такали. Чего мы только не делали. Вот прошёл год. То есть, для него сейчас не существует, в принципе, таких каких-то глобальных ритмических проблем. На моей практике это вот наиболее, наверное, удачный случай. Даже я тут, скажем, с собой горжусь в этом смысле. Потому что мне удалось... Да, добиться от него ритмичной игры, ритмичного исполнения. Я считаю, что нужно постоянно этим заниматься. Это и хлопать, и топать, и слушайте, когда вы слушаете, как кто-то играет, двигайтесь в такт, стучите. Пытайтесь анализировать ритм, пытайтесь его подбирать. Не имею в виду аккорды, а именно ритмическую структуру. То есть, это просто нужно постоянно, постоянно делать. И, конечно, за вами должен следить кто-то со стороны. Потому что самостоятельно, к сожалению, это сложно. Ты пирожки любишь? Пирожки, да, конечно. А беспонтовые пирожки? Беспонтовые, нет. Какой может быть беспонтовый пирожок? Ну, давай, давай. Беспонтовый пирожок нам написал сообщение. Как такие никны можно выбрать вообще? Беспонтовый пирожок напишет. Какие советы по переделке гитары для левши можете дать? Переучивание не подходит из-за проблемы с костями. До сильной боли, причем играть это нормально не дает в правшеварианте. Ну, то есть, человек хочет себе... Короче, да, правшу, он хочет играть с правшой, но что-то... Точнее, наоборот. Он левша, не хочет играть. Все поняли, давай я расскажу. Все просто. То есть, человек хочет играть на левую руку. Пирожок хочет играть на левую руку. Так как он левша, а на правую у него не получается. Есть два варианта у нас. Это классика, либо акустика. Ну, вот у нас наша боевая классика. У него тут продолжение истории. Значит, как переделать ее на леворукий вариант? В классике все немножко проще. Потому что у нас вот эти порожки, они более-менее параллельны друг другу обычно. То есть, там нет угла. Пропилы в верхней порожке, они тоже практически относительно одинаковые. Но если это недорогой инструмент. Внутри конструкция, если это недорогой инструмент, она тоже более-менее симметричная. Поэтому вы просто перекидываете струны наоборот. И, скорее всего, вам придется перевернуть вот этот порожек. Чтобы у вас все-таки высокая часть порожка была под шестой вашей новой струной. Не под первой. Все. И это уже будет более-менее нормально работать. Ну, возможно, там подпилить нужно будет порожечек, там еще что-то. Но в целом это уже будет нормально. В общем, если вы играете на классике, то это получится без всяких уважений. Конечно. Если разговор об акустике, здесь все сложнее. Потому что даже если она внутри симметричная, и переворот струн ничего не сломает и не испортит. У нас здесь пропилы на верхней порожке, они разной толщины. На первой тоненький, на шестой, это вообще прям... Да. Поэтому туда вы шестую не запихнете, и вам придется... И не перевернуть его. И не перевернуть. А знаешь, как-то я видел, раз порожек сломался, улетел, карандаш подкладывает. Ну, что только не делать. Ну, конечно, в этом случае, да, вам нужен новый порожек. Либо просто сходить в мастер. Или порожек для левой руки продается, интересно? Ну, для левой руки. Может быть. Может быть и продается. Ну, ладно. И такая же беда здесь. Обычно на гитарах, на акустике все-таки стоит здесь порожек с такой компенсацией. Он стоит под углом. Поэтому если вы переворачиваете здесь струны, у вас поплывет очень сильно строй. Поэтому в идеале, конечно, если... Самый дешевый, наверное, вариант, это сходить к мастеру, и он там вытащит какие-то новые порожки. Возможно, как-то компенсирует вот этот угол. Для начинающего это не так страшно, потому что все равно все будут играть в основном в этой позиции. Здесь проблемы со стройом, они не так очевидны, как здесь. Вы знакомы, знаешь, как играл? Вот так вот. И все. И все. Да, и все. То есть никаких там проблем. Я видел это на ритюбе. Я видел такого человека на ритюбе. Причем он играл-то нормально. То есть там аккорды вот так перескакивал. Ну, это ад. Как это вообще? Потому что представь тебе, для того, чтобы получить удар по аналогии... Тебе надо с этой стороны играть, а все на моро. Ну, была такая тема. Да, есть такие люди. Прям жестоко это, конечно, выглядит. Так что вот такой вот вариант. Переходите на классику. Либо ищите левую руку. Ну, ладно. Беспонтовый пирожок, собственно говоря... Получил свой ответ? Да, да. Беспонтовый ответ. Беспонтовый ответ. У нас два вопроса, но практически они с одним ответом. Лада Лапшина спрашивает. Точнее, даже говорит сначала. Добрый день. Пишу с сильным недосыпом. Потому что один вопрос мне спать не дает. То есть всю ночь человек думал. Что будет, если на классическую гитару поставить акустические... Все думают, струны. А нет. Внимание. Гриф. Что будет, если поставить на классическую гитару акустический гриф? Мы долго думали, и Антон придумал. Будет акустоклассика. 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 На самом деле, идем к следующему вопросу, потому что вы сейчас поймете, что будет. Пишет нам дальше. Мишель Филоненко. Привет, Пима. У меня такой вопрос. У меня не получается делать искусственные флажолеты на 12-м ладу. Но получается на 13-м. Вот и ответ. Если поставить на классику акустический гриф, у вас искусственные флажолеты будут звучать на 13-м ладу. Но на 12-м их не будет. Точно. Кто попробует сделать такую гитару, присылайте нам фотографии. Мы ее обсудим. Пощупаем. Пощупаем. Присылайте нам прямо сюда. Мы просто акустоклассика у нас прямо будет здесь. Пускай она будет висеть под стеклом. Что мы хотим еще вам сказать? Мы, дорогие друзья, хотим отдохнуть и едем в отпуск. Да, потому что ты же не рыжий. Да. И я тоже вроде рыжий. Все отдыхают. И мы, собственно говоря, отдохнем. Всем отличнейшего лета. Хорошей воды в озерах, на морях. И отдыхайте, набирайте сил. Потому что в сентябре мы увидимся снова. Пока. Пока.